Аудиокниги Пиковая дама Эпиграф Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. Глава первая Эпиграф А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, Бог их прости, от пятидесяти наста И выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. На шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. — Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин. — Проиграл по обыкновению. — Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь. — И ты ни разу не соблазнился, ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна. — А каков Герман? — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. — Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. — Игра занимает меня сильно, — сказал Герман. Но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. — Герман немец, он расчетлив, вот и все, — заметил Томский. — А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна. — Как? Что? — закричали гости. — Не могу постигнуть, — продолжал Томский. — Каким образом бабушка моя не понтирует? — Да что ж тут удивительного, — сказал Нарумов, — что осьмидесятилетняя старуха не понтирует. — Так вы ничего про нее не знаете? — Нет, право, ничего. — О, так послушайте. Надо бы знать, что бабушка моя лет шестьдесят тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть «Ла Веню Московит» — «Московскую Венеру». Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина Дворецкого. Он ее боялся как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало. Но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждения и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг-долг грознь, и что есть разница между принцем и каретником. Куда? Дедушка бунтовал. Нет, да и только бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят о нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами, она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммой, — сказал он, — но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться». «Ну, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что у нас денег вовсе нет. Деньги тут не нужны, — возразил Сен-Жермен, — извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале «О Жо де ла Рен» на карточную игру королевы, герцог орлеанский металл. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдании сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою, все три выиграли ей Соника, и бабушка отыгралась совершенно. «Случай», — сказал один из гостей. «Сказка», — заметил Герман. «Может, статься порошковые карты?» подхватил третий. «Не думаю», — отвечал важно Томский. «Как», — сказал Нарумов, — «у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перьял у ней ее каббалистики?» «Да черта с два», — отвечал Томский. «У ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец, все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны. Хотя это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чеплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чеплицким. Она дала ему три карты с тем, чтобы он поставил их одну за другою, и взяла с него, честное слово, впредь уже никогда не играть. Чеплицкий явился к своему победителю, они сели играть. Чеплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл Соника, загнул пароли-пароли-п, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать. Уже без четверти шесть. В самом деле уже рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались. Глава вторая Эпиграф «Иль парэке мсье эдэсэдээмэн пур лэссуээвэнт?» «Кэ вулли-ву, мадам? Эль сон пулу фрэш?» «Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок. Что делать, сударынь? Они свежее». Светский разговор Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая — коробку со шпильками, третья — высокий чипец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохранила все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня ее воспитанница. «Здравствуйте, гран-маман!» — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Лиз. Гран-маман, я к вам с просьбой. Что такое, Поль? Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал. Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у Энн? Как же! Очень было весело! Танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая! И, мой милый, что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, ячаи, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна. Как постарела? — отвечал рассеянно Томский. Она лет семь как умерла. Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием. Умерла, — сказала она, — а я и не знал. Мы вместе были пожалованы во Фрейлины, и когда мы представились, то государыня... И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот. — Ну, Поль, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакярка? И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышенью. — Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна. — Нарумова. Вы его знаете? — Нет. — Он военный или статский? — Военный. — Инженер? — Нет, кавалерист. — А почему вы думали, что он инженер? — Барышня засмеялась и не отвечала ни слова. — Поль, — закричала графиня из-за ширмов. — Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних. — Как это, Граун-Мамон? — То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников. Таких романов нынче нет. — Не хотите ли разве русских? — Разве есть русские романы? — Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли. — Простите, Граун-Мамон, я спешу. — Простите, Лизавета Ивановна, почему же вы думали, что Нарумов инженер? — И Томский вышел из уборной. — Лизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки, она принялась опять за работу и наклонила голову над самую конвою. В это время вошла графиня, совсем одетая. — Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать и поедем прогуляться. Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу. — Что ты, мать моя, глуха, что ли? — закричала графиня. — Вели скорее закладывать карету. — Сейчас, — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича. — Хорошо. — Благодарить, — сказала графиня. — Лизонька, Лизонька, куда ж ты бежишь? — Одеваться. — Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том, читай вслух. Барышня взяла книгу и прочла несколько строк. — Громче, — сказала графиня. — Что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли? — Погоди. Подвинь мне скамеечку ближе. — Ну? Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула. — Брось эту книгу, — сказала она. — Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. — Да что ж карета? — Карета готова, — сказала Лизавета Ивановна, выглянув на улицу. — Что ж ты не одета? — сказала графиня. — Всегда надо б на тебя ждать. Это, матушка, несносно. Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут. Графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а коммердинер — в другую. — Что это вас не докличешься? — сказала им графиня. — Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду. Лизавета Ивановна вошла в капоти и в шляпки. — Наконец, мать моя, — сказала графиня. — Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? — А какова погода? Кажется, ветер. — Никак нет с ваше сиятельство. Очень тихо, — отвечал коммердинер. — Вы всегда говорите наобум, — отворите форточку. Так и есть ветер, и прихолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться. И вот моя жизнь, — подумала Лизавета Ивановна. В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастная создание. Горек чужой хлеб, — говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца. А кому и знать горечь зависимости, как небедной воспитанницы знатной старухи? Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящим. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посидев в ее передней девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали и никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, когда недоставала визави, и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную, поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидала избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды, это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через пять минут взглянула опять, молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать, она встала, начала убирать свои пяльцы, и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником. Черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемая чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходила дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем доля и доля. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но, узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сыном обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. Что, если, думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, что, если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Почему же не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником, но на все это требуется время, а ей восемьдесят семь лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот, можно ли ему верить? Нет. Расчет умеренности трудолюбия. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усимирит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другую катились к освещенному подъезду, из карет поминутно вытягивалась то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. — Чей это дом? — спросил он у углового будочника. — Графини? — отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, типа ассигнации и грудочервонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась, Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Глава третья Эпиграф Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать. Переписка. Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее руку, она не могла опомниться. От испугу молодой человек исчез. Письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы. Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала на обумане в попад и рассердила графиню. Что с тобою сделалось, мать моя? Столбняк на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь. Слава Богу, я не картавлю и из ума еще не выжила. Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа, но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные тесные сношения с молодым мужчиной. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать. Перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? Отослать ли ему письмо? Отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться. У ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение. На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятой своей интригой. Три дня после того Лизавете Ивановне, молоденькая быстроглазая мамзель, принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования. И вдруг узнала руку Германа. — Вы, душенька, ошиблись, — сказала она. — Эта записка не ко мне. — Нет, точно к вам, — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. — Извольте прочитать. Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. — Не может быть, — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу им употребленному. — Это письмо верно не ко мне. И разорвала письмо на мелкие кусочки. — Коли письмо не к вам? — Зачем же вы его разорвали, — сказала мамзель. — Я бы возвратила его тому, кто его послал. — Пожалуйста, душенька, — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания. — Вперед ко мне записок не носите, а тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно. Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими, стала на них отвечать, и ее записки час от час установились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо. — Сегодня бал у посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою коморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут «нет» и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево. Идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит. Слева в коридор. И тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату. Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уже стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл. Мокрый снег падал хлопьями. Фонари светились тускло. Улицы были пустые. И изредка тянулся Ванька на тощий кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и, как во след за нею, в холодном плаще с головой, убранную свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись, карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери, окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампой в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Залы и гостиные были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшую по золотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже «Мадам Лебран». Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с мангольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет, слева другая в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно. Все было тихо, в гостиной пробило двенадцать, по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать, и все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен, сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый, второй час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение владело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились, люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Герман глядел в щелку. Елизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести, и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололись с нее чипец, украшенный розами, сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чипце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасной и безобразной. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна в Вольтеровы кресло и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графиней стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь! Ради Бога не пугайтесь!» сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклоняясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете», — продолжал Герман, «составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Это была шутка», — сказала она, наконец. «Клянусь вам, это была шутка». «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы, — продолжал Герман, назначить мне эти три верные карты?» Графиня молчала. Герман продолжал. «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богатые без того. Они же не знают и цены, и деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия? Я не мод. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!» Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман стал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаченого рожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас, чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте, вы старый, жить вам уже недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню». Старуха не отвечала ни слова. Герман встал. «Старая ведьма», сказал он, стиснув зубы. «Так я ж заставлю тебя отвечать!» С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться», сказал Герман, взяв ее руку. «Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты? Да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Глава четвертая. Эпиграф. «Сет мэй ан миль витсан анэй». «Ом сан мэр и сан религион». 7 мая 1800 года. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого. Переписка. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя, предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разденется сама и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствия, помешавшие их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание. Она знала имя его, потому только что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала до самого сего вечера. Странное дело. В самый тот вечер на бале Томский, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Иванну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать. И некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» спросила она, смеясь. «От приятеля, известный вам особо», отвечал Томский, «человека очень замечательного». «Кто же этот замечательный человек?» «Его зовут Германном». Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели. «Этот Герман», продолжал Томский, «лицо истинно романическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства». «Как вы побледнели!» «У меня голова болит. Что же говорил вам Герман или как бишь его?» Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды, по крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля. «Да где ж он меня видел?» «В церкви, может быть, на гулянии. Бог его знает. Может быть, в вашей комнате во время вашего сна от него станет». Подошедшие к ним три дамы с вопросами «Убли, регрэй?» Забвение или сожаление прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна. Она успела с ним изъясниться, обижав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор, но мазурка кончилась и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были ничто иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заранились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала. «Где же вы были?» спросила она испуганным шепотом. «В спальню старой графини», отвечал Герман. «Я сейчас от нее». Графиня умерла. «Боже мой, что вы говорите?» И, кажется, продолжал Герман, «я причиной ее смерти». Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе. «У этого человека, по крайней мере, три злодейства на душе». Герман сел на окошко подле нее и все рассказал. Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. «Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование, все это было не любовь. Деньги! Вот чего алкала его душа! не она могла утолить его желание и осчастливить его. Бедная воспитанница была ничто иное, как слепая помощница разбойника, убийцы, старой ее благодетельницы». Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Герман смотрел на нее молча. Сердце его так же терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе, одно его ужасало. Невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения. «Вы чудовище!» сказала наконец Лизавета Ивановна. «Я не хотел ее смерти», отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали. Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну. «Как вам выйти из дому?» сказала наконец Лизавета Ивановна. «Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надо бы найти мимо спальни, а я боюсь. Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу. Я выйду». Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробное наставление. Герман пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел. Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие. Герман остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоими дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемой странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню в такой же час, в шитом кафтане, причесанный Аллуазо-Рояль королевской птицей, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле. А сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться. Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу. Глава пятая. Эпиграф. В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон Ве. Она была вся в белом и сказала мне, «Здравствуйте, господин советник». Шведенбург. Три дня после роковой ночи в девять часов утра Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему, «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь и решился явиться на ее похороны, чтобы спросить у ней прощения. Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чипце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние, слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках. Родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал. Слезы были бы «une affectation» — притворство. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которые долгие годы были тихим умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее», — сказал оратор, «бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом, потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние, и, наконец, приблизилась старая барская барыня-ровесница-покойница. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти к гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу усыпанным ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об землю. Его подняли. В то же самое время Лизавету Иванну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер — ее побочный сын. На что англичанин ответил холодно. «О!» Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь на кровати, крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы, было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что деньщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо, шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню. «Я пришла к тебе против своей воли», сказала она твердым голосом. «Но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду. Но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице Лизавете Иванне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в синях и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу, Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сене была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение. Глава шестая. Эпиграф. «Атанде?» «Как вы смели мне сказать «атанде»?» «Ваше превосходительство, я сказал «атандес». Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. «Тройка, семерка, туз» скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. «Тройка, семерка, туз» не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил «как она стройна, настоящая тройка червонная». У него спрашивали, который час он отвечал «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. «Тройка, семерка, туз» преследовали его во сне, принимая всевозможные виды. «Тройка» цвела перед ним в образе пышного грандифлора. «Семерка» представлялась готическими воротами, туз — огромным пауком. Все мысли его слились в одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке, о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чикалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публике. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карты, предпочитая соблазны фараона обольщением волокитства. Нарумов привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной, за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности. Голова покрыта была серебряной сединою, полное и свежее лицо изображало добродушие. Глаза блистали, оживленные всегдашнюю улыбкою. Нарумов представил ему Германа. Чикалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт. Чикалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянную рукою. Наконец талья кончилась. Чикалинский стасовал карты и приготовился метать другую. — Позвольте поставить карту, — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чикалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. — Идет, — сказал Герман, надписав мелом куш над своею картою. — Сколько-с? — спросил, прищуриваясь банкомет. — Извините-с, я не разгляжу. — Сорок семь тысяч, — отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно и все глаза устремились на Германа. Он с ума сошел, — подумал Нарумов. — Позвольте заметить вам, — сказал Чикалинский с неизменной своей улыбкою, — что игра ваша сильна. Никто более двухсот семидесяти пяти семпелем здесь еще не ставил. — Что ж, — возразил Герман, — бьете вы мою карту или нет? Чикалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. — Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту. Герман вынул из кармана банковый билет, подал его Чикалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. — Выиграла! — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чикалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. — Изволите получить? — спросил он Германа. — Сделайте одолжение. Чикалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чикалинского, хозяин металл. Герман подошел к столу. Понтеры тотчас дали ему место. Чикалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чикалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чикалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов. Все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чикалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чикалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чикалинский стал метать, руки его тряслись, на право легла дама, на лево туз. «Туз выиграл!» сказал Герман и открыл свою карту. «Дама ваша убита!» сказал ласково Чикалинский. Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» закричал он в ужасе. Чикалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал», говорили игроки. Чикалинский снова стасовал карты. «Игра пошла своим чередом». Заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Абуховской больнице в семнадцатом номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. «Тройка-семерка туз, тройка-семерка дам». Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине. Запись аудиокниги произведена студией «Ардиск» в 2003 году. Читал Владимир Самойлов. Субтитры создавал DimaTorzok